Первая инвентаризация в Абхазии прошла в 1995 году. Тогда стало более-менее понятно, чем владеет республика. Спустя 7 лет, в 2002 году, началась приватизация госимущества. С тех пор, как рассказывает Главное управление с госимуществом страны Константин Кация, 976 объектов недвижимости перешли в частные руки. Госбюджет на этом заработал 793 миллиона рублей. Это в основном магазины, ателье, разрушенные и так далее. То есть, говорить о том, что была проведена приватизация в Абхазии, не приходится. Первые там, да. Торговля, общественное питание с ним справились. Но даже если принимать удельные веса, в сравнении с Российской Федерацией, с Украиной, с той же Грузией, мы пока приватизацию и не начинали. Примерно треть приватизированных объектов сегодня эксплуатируется, рассказывает Константин Кация. Среди тех, что отданы в частную собственность, но не работают, гостиницы Абхазии, которую продали за 2 миллиона долларов. Дело в том, что ее владелец разорился в период всемирного экономического кризиса 2008 года. Те, кто ее приобрел, сегодня физически не могут самостоятельным образом продолжить ее восстановление. И кредитных средств или иных средств пока привлечь не могут. Ну, и мы не можем. Можно только через суд. Ну, это сложная будет процедура. Я не уверен за результат. Очень много объективных факторов влияют иной раз на те или иные действия или бездействия инвестора. Что касается госимущества, то сегодня в реестре значится 1316 объектов недвижимости. Это около 10% от реальной собственности. Дело в том, что хозяйствующие субъекты не спешат проводить инвентаризацию своей недвижимой собственности, не исполняя тем самым постановление Кабинета министров. В этом постановлении не указано конкретных сроков проведения всех этих вещей. Расписаны правила, утверждены формы, написано, что нужно делать, куда обращаться, но конкретных сроков нет. Мы дополнительными собственными решениями устанавливали сроки, и эти сроки постоянно срывались. Инвентаризация госимущества – дело весьма затратное. А если требуется еще и оценка, то счет за один объект может оказаться пятизначным. Может быть, поэтому в реестре нет ни объектов Абхазского морского пароходства, ни железной дороги. Или, например, Ингурской ГЭС, которая также не зафиксирована в перечне государственной собственности. Но, как говорит КАЦ, это совсем не значит, что электростанция не принадлежит Абхазии. Ингургес и каскад перепадных ГЭС являются собственностью республики Абхазии. О действующем у нас с законом. Значит, мало того, есть постановление Кабинета министров, которое упоминает эти два объекта и относит их к республиканской собственности, к ведомству Черноморья. Это юридическое лицо, на которое ссылаются ООО Ингургес, которое зарегистрировано за пределами Республики Абхазии. Это юридическое лицо. И, на мой взгляд, это юридическое лицо никакого отношения к имущественному комплексу не имеет. Вопрос с санаториями ПВО и МВО Константин Кацый разъяснил более четко. Два этих объекта принадлежат Абхазии, но сейчас идет процесс их безвозмездной передачи во временное пользование Министерству обороны России. Там не определен договора пока нет, передачи пока нет, но должны передаваться в пользование и с утверждением особого порядка их функционирования. Но этого осуществлено пока не было. И все же Константин Кацый призывает руководителей различных организаций и предприятий ежегодно проводить инвентаризацию своего имущества, чтобы в будущем иметь информацию по всем объектам. Такого рода сведения необходимы, например, в случае инвестирования или приватизации. Мария Анна Котова, Науран Кваб, Абаза ТВ.